МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но обо всем по порядку. Я родилась в городе Новоуральске. Школа моя была интернат. В общем, у меня было непростое детство. Нас было трое, я, брат и сестра. И мама была у нас одна. Поэтому она приняла, видимо, такое решение. Отдать нас в школу-интернат ей было, потому что тяжело одной с нами. Ну, на самом деле я не очень была этим расстроена, потому что это хорошая школа жизни, так сказать. И хорошая вообще, в принципе, школа. Воспитатели у нас были очень отличные, ответственные. И воспитали нас именно так, как бы я, например, хотела, чтобы меня воспитали. То есть они нам дали все, они нам заменяли родителей. Я нашла там очень много друзей, с которыми мы сейчас общаемся. В принципе, я выпустилась, закончила 11 классов там. Училась я на отлично сначала. Потом я немного съехала на хорошистку. И решила уже поступать дальше. Я хотела поступить сначала на филологический факультет, в педагогический институт. Потом я поступила все-таки туда, на бесплатное. И немножко у меня дорога, немножко меня дорога отвела в другую сторону. Я поступала и туда, и поступила на экономический факультет, тоже на бесплатный, прикладная информатика в экономике. Также я поступила на рекламу, журналистику. То есть у меня было очень много разных дорог, в принципе. В итоге я пошла вообще по другому пути. Поступила на факультет социальной психологии по специальности государственное муниципальное управление. После обучения, как и многие новоуральцы, Наталья встала перед выбором. Вернуться в Новоуральск или остаться в столице Среднего Урала. Но выбор был сделан все-таки в пользу родного города. И вот почему. Потому что мне нравится этот город. Он мне нравится. Да, я знаю, что многие отсюда уезжают и стараются вообще уехать в разные города, большие. Но мне он нравится тем, что тут, во-первых, все доступно для детей. Тут в доступности разное дополнительное образование. Вообще, в принципе, образование все школы, садики и так далее в шаговой доступности. Мест у нас достаточно в этом городе. И мы с мужем не собираемся отсюда уезжать никуда. Во-первых. А во-вторых, здесь очень красивый город. Здесь много зелени. Здесь есть развлекательные центры, я считаю, для детей, для молодежи. И поэтому мы не собираемся отсюда никуда уезжать. Став после обучения специалистом в сфере государственного и муниципального управления, наша героиня решила, что, наверное, это не тот путь, по которому хотелось бы идти дальше. И тут в жизни появилось дошкольное образование. Хотя, если быть точным, появилось оно немного раньше, еще в студенческие годы. Детский сад меня привела тоже судьба, видимо. Потому что мне нужно было куда-то устроиться работать. Я перевелась вообще на заочное обучение. Ну, такие тоже жизненные ситуации бывают. И решила устроиться в детский сад младшим воспитателем. То есть нянечка, да, на наш язык простой. Вот. И я устроилась младшим воспитателем. Мне сначала было очень тяжело, потому что с детьми работать – это колоссальный труд. Но я не подозревала, насколько это тяжело работать воспитателем у меня с детьми. Мне было младшим воспитателем тяжело. Вот. Но мне понравилось. Со мной попались такие воспитатели хорошие на группе. Трифонова Оксана Михайловна, она тоже очень известная в городе воспитатель. Она меня много чему научила. Она, так скажем, была моим учителем. И мне очень понравилось, как она именно взаимодействует с детьми, как дети относятся к ней. Также меня начали дети любить, родители. И я решила, что я не буду переводиться с государственного муниципального управления. А останусь и доучусь. И потом, если что, я пойду дальше. По специальности вот уже дошкольная педагогика. Сейчас понятно, что добиться первых успехов и даже состояться в профессии Наталье Смоленцевой удалось. Это подтверждают итоги конкурсов, к примеру, такого, как педагогический дебют. О достижениях говорит и полученная премия губернатора Свердловской области. Но путь к победам и наградам, как рассказывает Наталья, был непростой. Хотя простого, наверное, и не бывает никогда. Когда я пришла работать воспитателем, я подумала, что я поторопилась очень сильно. Потому что это действительно колоссальный труд. Это очень тяжело. Работать с детьми, ими уже, с ними взаимодействовать. Быть, получается, ответственным за их жизнь и здоровье. Но адаптируясь на рабочем месте в детском саду «43 зайчик», я поняла, что все-таки я пришла в профессию правильно. Конечно, я бы хотела отметить Бурунову Людмилу Сергеевну. Это моя заведующая, которая во всем поддерживала меня и направляла в нужное русло. Также старшего воспитателя, Набокову Ольгу Владимировну, которая мне абсолютно во всем помогла. Также с участием во всех конкурсах разного уровня. Она, конечно, специалист, она большой профессионал своего дела. Она мне помогала, она делилась своим опытом, где-то приходила, обучала, так скажем. Ну, я думаю, что с ее школой у меня все получилось. Мой педагогический дебют состоялся в Березовском городском округе, в поселке Старопашминск. На самом деле все конкуренты были очень сильные, и я нисколько не сомневалась, что каждый из них может победить. Я выступила, и по результатам компетентного жюри я победила, как оказалось. Я, конечно, не верила в то, что я окажусь победительницей, не потому что я не уверена в себе, а потому что все были достойны. Но в итоге судьба так сложилась. Я была очень счастлива и благодарна всем, кто мне помогал в этой ситуации. Чем тебе этот конкурс помог? Вот что он в тебе, может быть, воспитал или помог открыть для себя? Ну, так как этот конкурс был для молодых педагогов, стаж которых не превышал пяти лет, то есть он мне дал много опыта. У меня в планах в дальнейших есть еще много конкурсов, да, педагогического мастерства, где я смогу поучаствовать, высокого уровня именно конкурса. Я думаю, что этот опыт мне очень сильно пригодится. Кроме тех людей, которые поддерживали и продолжают поддерживать на работе, главная опора и поддержка – это супруг Евгений, с которым всегда вместе. У меня есть супруг Евгений, он работает в МЧС, пожарной части номер один нашего города. Он занимает должность начальника караула, недавно получил звание офицерское, младший лейтенант. Он тоже шел по карьерной лестнице очень долгое время и добился своего, но он на достигнутом ни в коем случае не останавливается. У Жени, как и я, активная жизненная позиция, то есть он меня во всем поддерживает и так же, как и я, занимается спортом. Он является капитаном по мини-футболу сборной команды «Кедра». Является вратарем, они ездят на разные соревнования по разным городам, то есть он постоянно в отъезде. Недавно они в прошлом году принимали участие в чемпионате России по первой лиге, где заняли призовое третье место. В этом году они, конечно, сыграли немножко хуже, но там уже команды были посильнее, но ничего, это делает только их сильнее. Также он является капитаном сборной МЧС. В прошлом году и в этом его пригласили в сборную Свердловской области играть на чемпионате России за спецуправление, где они в прошлом году заняли второе место, защищая честь нашей Свердловской области. В этом году они заняли пятое место. То есть мы с ним всегда участвуем в разных мероприятиях нашего города, спортивных. Недавно принимали участие в атомном воркауте. Не нужно сидеть на месте, нужно где-то участвовать, проявлять себя. Тем более пока нет детей, есть возможности какие-то, да даже есть дети, есть возможности. Не нужно сидеть на месте, нужно быть активным, позитивным. Вообще спорт в жизни Натальи был всегда и везде. С детства, в юности и сейчас, в молодости, со спортивными снарядами она не расстается. По ее словам, это еще одна ее любовь. Конечно, вторая, ведь, как мы уже поняли, на первом месте стоит супруг. Спорт является частью моей жизни. То есть, когда я училась в школе, я тоже занималась спортом. Я была лыжницей, лыжные гонки. У меня были хорошие результаты, но я, видимо, меня некому было направить, чтобы я осталась именно в спорте. Ну, я бросила. Но по жизни я всегда занимаюсь спортом. Например, сейчас я занимаюсь кроссфитом. Кроссфит – это, наверное, такой спорт, где не место быть таким маленьким девочкам, как я. Я вешу просто 49 килограмм, там нет расхождения по весу. То есть, все, весишь ты 80 килограмм, 49, у вас будет всегда одинаковый вес на штанге. Кроссфит – это круговая тренировка, которая направлена на выполнение определенного комплекса упражнений за минимальное количество времени. В кроссфите практически нет никаких тренажеров. У нас есть штанги, гири, гантели и все. На этом все заканчивается. Конечно, у нас есть два тренажера, которые очень редко можно встретить в обычном тренажерном зале. Это байк, похож на велотренажер, но очень тяжело на нем, гораздо тяжелее, чем на велотренажере. И концепт – это гребля, имитирующая греблю. Кроссфит состоит из тяжелой атлетики, гимнастики и кардионагрузок. Тяжелоатлетические есть, простые совсем упражнения. Это такие, например, как присед со штангой на спине. И также сложные тяжелоатлетические упражнения – это рывки, толчки, взятие и так далее. Гимнастика, нагрузки собственным весом, подъемы ног в перекладине, выходы силой на перекладине, на кольцах, выходы силой и так далее. Ну и кардионагрузки, бег, плавание. Удивительно, но при весе в 49 килограммов Наталья поднимает штангу весом больше своего более чем в два раза. Кроссфит, по ее словам, тем и привлекает многих, что в этом виде спорта можно каждый день превосходить себя, свои возможности и ставить новые рекорды. Нравится кроссфит тем, что я люблю там прогрессировать. И я думаю, что все коллеги, кто со мной тренируется, они тоже очень любят прогрессировать. И когда у меня новый вес, у меня просто такой восторг от этого. И спасибо, конечно, моему тренеру Кравцову Максиму, учителю 57-й школы, ну и Баргамон Кирилл, он тоже на подхвате, всегда тренирует, если надо. Учитель физкультуры 53-й школы. Вот. И у нас там, конечно, на кроссфите царит атмосфера шикарная, веселая. Я прихожу туда не только для того, чтобы потренироваться, а чтобы отдохнуть вообще от внешнего мира. Я прихожу, я выплескиваю всю негативную энергию там. Кто знаком со спортом, тот, конечно же, об этом знает, что вся негативная энергия остается именно в зале. Ну и также встретиться с друзьями, новые знакомства. Когда ты стоишь на пьедестале, ты понимаешь, что все это было не зря в зале, да, все эти веса, все эти сорванные мозоли, все травмы, которые у нас есть и бывают, и у спортсменов всегда они бывают. Возвращаясь к карьере, отметим, что ступень воспитателя была успешно пройдена, и было принято решение двигаться дальше, к мечте. Конечно, связанной со спортом, но и из сферы дошкольного воспитания детей для этого уйти не пришлось. На самом деле, я еще, когда училась в школе, я мечтала быть учителем по физической культуре. Но не сложилось, не срослось, и поэтому моя дорога привела меня в дошкольное образование воспитателем. Но работая воспитателем, я выбрала себе приоритетное направление, по которому я работала, но понимала, что все-таки я могу быть, наверное, неплохим инструктором, потому что мне очень нравилось, так как я работала в малом детском саду, у нас не было узких специалистов, то есть у нас не было инструктора по физической культуре, и мы проводили воспитатели самостоятельно, все занятия по физкультуре. Мне очень нравилось это занятие, мне нравились все подвижные игры, мне нравились вообще, в принципе, все здоровьезберегающие технологии, их очень много. И в какой-то момент я, наверное, начала понимать, а что, если бы я осталась в дошкольном образовании, но просто немного переквалифицировалась. И неожиданно для меня мне предложили должность инструктора по физической культуре. Я, нисколько не сомневаясь, согласилась. Хоть мне, конечно, и было жалко оставлять своих детей, потому что еще год оставался до подготовительной группы, но так сложилась судьба. Я думаю, что у них будут не менее, у них будут хорошие воспитатели. И да, я стала инструктором благодаря тому, что я занимаюсь спортом. Мне это нравится. Во-первых, тут график работы немножко другой, мне он тоже очень устраивает. Во-вторых, да, это мое, и мне нравится. Я познакомилась с детьми, с воспитателями в новом детском саду. Меня все устраивает. Это очень хорошая заведующая у нас Наталья Владимировна, хороший старший воспитатель Людмила Владимировна. Пока меня все устраивает. Я хочу работать с детьми, вот именно конкретно с детьми. Радоваться их улыбкам каждый день. Все равно заведующий и старший воспитатель, они намного меньше взаимодействуют с детьми. А мне нравится вот именно вот эта работа, и я хочу заниматься любимым делом. Ну, я не знаю, как сложится дальнейшая судьба, и, возможно, у меня взгляды поменяются. Все изменчиво. Ну, а вообще в жизни вот мы, ты уже называла разных людей, да? Вообще, кто тебе по жизни помогает, поддерживает в твоих начинаниях, в твоих стремлениях? Конечно же, в первую очередь, меня поддерживает мой муж. Он меня во всем поддерживает. И в конкурсе, в котором я участвовала, педагогический дебют, у меня был большой стресс, и он меня поддерживал. Также меня поддерживают мои коллеги постоянно. Коллеги детского сада «43 зайчик», да, поддерживали. Старший воспитатель. Она мне вообще говорит, ты для меня как дочка стала. И она для меня как мама. Вот. Ну, сестра поддерживает у меня, вот осталась сестра. Друзья, подруги, все близкие, всегда рядом. Активные, инициативные и неравнодушные новоуральцы – это будущее города. Формировать эти качества нужно с детства. С самых юных лет прививать любовь к спорту и малой родине – именно этим и занимается Наталья Смоленцева. А секрет ее успеха прост и многим известен. Она просто любит то дело, которым занимается уже не первый год. Вот что Наталья пожелала всем жителям округа. Ну, прежде всего, молодежи. Я бы пожелала молодому поколению принимать решения так, как им подсказывает сердце. Никого не слушать абсолютно. Ну, может быть, конечно, прислушиваться к родным и близким, да, но принимать все-таки собственные решения. Потому что это их жизнь, им жить с этим, им работать, им заниматься любимым делом. Никогда не сидеть на месте, всегда двигаться только вперед. Если есть падение, ничего страшного. Будут и взлеты обязательно. И если человек стремится к чему-то, он обязательно этого добьется. Если у него есть цель, желание, то у него непременно все получится. Я уверена, что будущее нашей России и вообще целого мира стоит за молодежью. Поэтому пускай выбирают то, что они любят. Редактор субтитров А.Семкин